Если вы играете в Clash Royale, то рекомендую подписаться вам на канал Android Live, здесь вы найдёте тактики, секреты и ещё многое другое, ссылочка есть в описании. Привет подписчики, геймеры, гости канала, все кто находится под ту сторону экрана, микрофон по-прежнему Илья и это новый выпуск рубрики Игровой Android Fresh. Сегодня будут новиночки, а также новости игровой и мобильной индустрии, так что поддержите канал лайком и мы начинаем. Начнём мы с яркого, красивого и очень затягивающего кликера Тапкрафт. Наша задача это сокрушить как можно больше монстров и прокачать нашего персонажа. Мы играем роль кузнеца и таким образом создаём себе могущественную броню и конечно же самое мощное оружие. Само собой мы начнём с малого и по мере прохождения будем уже апать свои возможности. В игре кстати более 100 различных предметов, которые мы уже будем создавать, а также уйма боссов и просто обширная система прокачки. Как думаю вы уже догадались, основные траблы будут именно с боссами, поэтому к ним нужно основательно готовиться. В общем будем этапать, этапать и ещё раз этапать. Игрушка доступна бесплатно, визуально кстати она тоже очень классная, так что рекомендую. Ну а мы идём дальше и теперь я вам покажу отличную игру для младшего поколения. Думаю детям до 5-7 лет эта игра отлично зайдёт и если у вас есть скажем младший брат, то его данной игрушкой можно завлечь. Нам доступно 3 локации и мы здесь никак не можем проиграть. Мы будем этапать, свайпать по экрану и игровые элементы будут меняться. Нам предстоит помочь белке собрать орехи, немного полопать пушистые облака и покататься на паровозе. Всё это довольно легко происходит, поэтому дети должны разобраться. Ну или всё-таки взрослые тоже смогут им немножко подсказать и всё будет отлично. Лично мне игрушка эта очень понравилась, понравилась она мне своей графикой, здесь всё так по-доброму и тепло нарисовано. Также мне очень понравились пасхалки, их здесь реально очень много и это конечно же добавляет интереса. Например мы можем вызвать дождь или скажем потапать по часам на станции. Эта тема довольно интересна и даже мне было любопытно их все прочекать. Игрушку конечно же советую. Лимиты аркада на скорость реакции и вашу внимательность. Мы это некие фотоны, частицы света и начинаем свой путь от солнца. Наша задача это улететь как можно дальше и обойти все препятствия на нашем пути. Сложность здесь в том, что на пути будут другие фотоны, которые также обладают разной силой. Какие-то мы будем поглощать и расширяться, а какие-то наоборот поглощат уже нас. Тут на самом деле нужно найти золотую середину, чтобы совсем не исчезнуть и в то же время не расшириться до огромных размеров. Если же мы очень сильно расширяемся, то просто лопнем и придётся начать всё заново. Из органов управления нам доступна лишь регулировка скорости перемещения и чем дальше мы будем проходить, тем наслажднее нам будет этим делом управлять. На самом деле фотонов мы встретим огромное количество, поэтому глаза прямо разбегаются. Играть само собой будет довольно сложно, так что готовим свою реакцию, внимательность и конечно же ловкость. Игрушка также бесплатная. Так, ну а теперь давайте посмотрим на отличный квест под названием «Помощь Леси». Это игра, где вам потребуется хорошая внимательность, сообразительность и местами даже реакция. Наш питомец сбежал и нам теперь необходимо его найти. Героине предстоит посетить очень страшную усадьбу и открыть немало дверей. Нам предстоит рассказать множество загадок, встретиться лицом к лицу с опасностями и ещё многое здесь повидать. В доме на самом деле просто полно нечисти, поэтому готовим оружие. Также нам предстоит отыскать очень много предметов, это ключи от дверей, отмычки, лампочки и ещё многое-многое другое. Также предметы необходимо комбинировать, чтобы создавать уже что-то полезное для прохождения. Игрушка думаю затянет всех любителей квестов, она на самом деле очень круто адаптирована под мобильные платформы, так что играть будет удобно. Игра также бесплатна. Downbringer долгожданный релиз на андроид-устройство. Войдите в кишащие демонами владения и исследуйте руины покинутого мира. В этом фантастическом приключении вам предстоит отправиться в самые тёмные подземелья и одолеть безжалостную орду демонов. Покинутая земля, герой-изгнанник, два враждующих между собой брата, в общем здесь есть о чём вам рассказать. При этом в визуальном плане всё выглядит очень достойно, так что уверен, игрушка явно стоит ваше внимание. Доступна она также бесплатно. А мы это всё очень 4, становимся настоящим хирургом. Мы выступаем в руле хирурга-любителей, нам предстоит выполнять различного рода операции. Сложность в том, что мы будем оперировать пациентов с помощью инструментов, которые для этого не приспособлены. Например, степлер, бензопила, нож для пиццы и ещё много всего такого. Ставим уколы, зашиваем раны, извлекаем инородные тела и выполняем многие другие действия. В данный момент идёт софт-запуск данной игрушки, и я вам, конечно же, советую её опробовать. Ну что ж, а с новинками мы заканчиваем, и теперь игровые новости. Ну, я думаю, мы начнём сразу с горячего, это Payday. И да-да, данная игра должна появиться на андроид-устройствах. Payday будет представлять из себя мультиплеерный шутер с PvP-баями, где в начале каждого раунда вы будете выбирать сторону, за которую будете выступать. Мы будем либо ограбителем, либо уже полицейским. Скоро, думаю, помимо скриншотов мы уже увидим и реальный геймплей, так что будем ждать. Ну а мы идём дальше. Компания Nexon выпустила свежий трейлер своей новой игрушки Heroes of Incredible Tales. Анимация и графика этой игры основаны на движке Unreal Engine 4, и выглядит всё это очень впечатляюще. Работой над данным проектом занимается один из дизайнеров знаменитой линейки, поэтому стоит ожидать очень многого. Трейлер на самом деле лично меня не разочаровал, нас действительно ждёт что-то очень зрелищное и довольно масштабное. Кстати, уже можно записаться на предварительный заказ, ссылочка будет в описании. Telltale показала трейлера третьего сезона The Walking Dead. Видеоролик получился непродолжительным, длится он чуть больше минуты, но по нему уже можно кое-что подчеркнуть. Например, можно увидеть нового персонажа, вновь играющего ключевую роль. Оказалось, что этого парня зовут Хавьер, и думаю, что мы уже скоро о нём многое узнаем. Что ж, будем ждать продолжения, уверен, что фанаты такое точно оценят. Ну и последнее на сегодня. Steam World Heist. Пошаговая одиночная стратегия с двухмерной графикой. В данный момент предстоит набрать команду дроидов и отправиться изучать руины некогда великого мира. Здесь все страдают от нехватки ресурсов, и нам нужно что-то придумать, чтобы исправить эту ситуацию. Выглядит игрушка, ну, очень интересно, и я надеюсь, что она уже скоро появится, так что тоже будем ждать. Ну что ж, а на этом я на сегодня заканчиваю. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!